Питч сессии инвесторов Эти люди приходят на питч сессии вообще без волнения. Они приходят судить и выносить вердикт. Это инвесторы. И сегодня у нас есть с вами редкая возможность прочитать питч представителям самых видных российских бизнес-ангелов и венчурных фондов. Итак, позвольте мне представить наших гостей. Игорь Рябенький, бизнес-ангел года по версии НАБА, серийный предприниматель бизнес-ангел. Александр Бородич, основатель акселератора Future Labs, бизнес-ангел, серийный предприниматель. Вячеслав Давиденко, я повторюсь, серийный предприниматель бизнес-ангел, основатель и инвестор ряда высокотехнологичных стартапов. Сергей Грибов, бизнес-ангел. И наши венчурные фонды. Саша Лупачев, Russia Partners, Боря Рябов, Bright Capital, Дима Чихачев, Runa Capital и Люба Симонова, Алмаз Capital. Я почему сделал паузу, потому что к нам очень долго Люба с Сашей пытались принять решение, кто же пойдет на инвесторскую пич-сессию. Честно говоря, для меня только последние пять минут, когда Люба пришла с рюкзаком, я понял, что у нас будет Люба от Алмаза. Итак, друзья, что у нас сегодня в программе? Для начала мы предложим всем нашим инвесторам сделать пятиминутную пич о том, как они инвестируют, что они делают на рынке, и почему для всех стартапов интересно брать деньги именно у них. А для того, чтобы наши инвесторы продемонстрировали для вас высокое искусство пич-презентации, мы подготовили для них ровно такой же таймер, который они используют на всех ваших пич-презентациях, засекая время и делая звоночки. Поэтому, друзья, по порядку вы получите звонок за минуту до окончания вашего пича, ровно в пять минут, и через минуту, когда вы будете уже в овертайме. А после этого мы за последнюю неделю собрали с наших друзей в Фейсбуке и Сколковском клубе бизнес-ангелов ряд вопросов, которые мы зададим всем нашим спикерам и попросим на них честно ответить. Итак, мы начинаем. Для начала мы даем слово и возможность сделать свою пич-презентацию нашим бизнес-ангелам. А кликер у нас здесь тоже есть, мы специально подготовились. Итак, Игорь, можем начать с тебя? Подожди секунду, и мы запустим наш замечательный таймер. Сидя, стоя. Игорь Абинький. Он, я думаю, представится сам. И вот наш замечательный таймер. Готов? Ну, поехали. Игорь Абинький. Представляю Альтаир Капитал. Ну, как уж сказали. Скромно говоря, ведущая фирма, которая занимается пассивными инвестициями. Глобально занимаемся инвестициями. Много проектов из России, а также много проектов в других географиях. Это Силиконовая долина, Израиль, Европа. Ну, и наши ближние зарубежья тоже. А в России работаем в основном в Москве, но есть проекты в Питере, есть проекты в Казани, в Нижнем Новгороде. Так что представлены регионально. Средний размер чека, это как средняя температура по больнице, поэтому проекты у нас есть самые разные. Ну, скажем, в России считаем такой свитспот, это 100 или 200 тысяч на проекте ранней стадии. Ранняя стадия, это значит, что мы предпочитаем проекты, которые уже понимают, что делают, которые имеют уже первую клиентскую базу и желательно, если возможно, уже имеют некую проверку того, что эта база за что-то готова платить и готова действительно пользоваться услугами этого проекта. Почему мы? Ну, наша активность, она не только в количестве проектов, она и в качестве проектов, которыми мы занимаемся. И известно, что есть ряд знаковых проектов, которые за последние 2-3 года мы инвестировали. Я здесь не буду называть особо проекты западные, они здесь менее известны. Но из российских проектов это на слуху Lingualeo, это проект, который уже в ближайшем будущем у него будет 10 миллионов пользователей в России. Это Eruditor Group, один из самых мощных проектов и самых таких сильных команд, который работает в области лидогенерации для рынка фриланса и свободного предпринимательства. Это травелата, сильный и успешный, что редко, тревел-проект. Почему еще с нами надо? Ну, кроме успеха, которым мы причастны, которым мы помогаем, с нами достаточно просто и удобно, и мы с своими проектами реально общаемся. Мы реально вникаем в суть того, что происходит, и реально помогаем пройти эту стадию, не забыться где-то по дороге и дойти уже до стадии успеха. Собственно, все. Мы как... Это о наших преимуществах. Мы достаточно открыты к общению, то есть выйти на меня для проекта очень просто, с аналитиками нашими тоже. Единственная проблема, что мы сильно перезагружены проектами, но тем не менее мы отвечаем на обращения, не отвечаем только на самое абсурдное. Если говорить о нашей ближайшей нацеленности, мы собираемся в этом году проинвестировать, опять-таки, несколько десятков проектов, при этом все время нацеливаемся на растущее качество проектов. Ну, и открыты к сотрудничеству во всех возможных областях. Значит, мне уже даже и не надо пиков, я уложился, я думаю. Фантастика. Окей. А давайте мы вопросы чуть позже сделаем, сейчас все инвесторы свои пичи прочитают, потом мы перейдем к вопросам. У нас запланировано подать специальное время, не переживайте. Спасибо, Игорь. Игорь у нас представляет уже скорее не бизнес-ангельское направление, Игорь уже перерос в понятии бизнес-ангель, и у Игоря уже скорее посевной фонд. А теперь мы передадим слово бизнес-ангелам, которые инвестируют самостоятельно, еще не сформировав фондовую структуру, Сергею Грибов. Здравствуйте, я Сергей Грибов. Сергей Грибов, я живу в Бостоне, но при этом довольно много времени провожу в России. Работаю с достаточно большим количеством стартапов. В принципе, я всю жизнь, в общем-то, работал в стартапах. Я имею более 20 лет опыта на разных позициях, так сказать, от технического менеджмента до фаундера во многих стартапах. Как бизнес-ангел я скорее больше выступаю в Штатах. Я, на самом деле, занимаюсь этим не как основной деятельностью. Иногда я инвестирую, но в основном именно там. И, как правило, я инвестирую в составе достаточно большой группы, достаточно большого синдиката. Есть несколько стартапов. В принципе, есть пару стартапов в России, которым тоже удалось так собрать некоторый синдикат. Ну и почему я? Я довольно активно участвую в проектах. Во многих проектах я участвую поначалу как ментор, как-то работаю с проектом. И только там на какой-то стадии уже, так сказать, пообщавшись с проектом достаточно долго захожу, готов заходить в проект какими-то деньгами. Собственно, мне, наверное, и достаточно. Кошмар. Я просто привык, что Elevator Pitch это вообще до двух минут, а не до пяти. Заметьте, в письме не стояло слово Elevator Pitch. Окей, передаем слово Славе Давиденко. Слава. Антон, а у нас презентация должна быть? Подожди, подожди, твоя презентация? Да. Вот, одожди. Мы можем подарить все время, не используя его. Все, поехали. Поехали. Я как примерный, получается, ученик, подготовился, все как положено, Евгений сказал. Презентация, пять минут. Уже кштерка. Да? Ну окей, заработал. Значит, я последние три года, получается, что профессиональный бизнес-ангел. Заканчивал МИФИ, Чикаго. Начинал когда-то в 90-е годы как предприниматель. Потом была корпоративная карьера. Компьюлинг, Ренессанс Капитал, Флеминг Фэмили и Партнерс. Вот, как я упомянул, до того были всякие разные собственные бизнесы, типа Броксервис, Медиамеханикс, МБИ и Консалт, которые по-прежнему жив, компания, занимавшаяся слиянием и поглощениями, Advantage и так далее. Как я упомянул, последние три года занимаюсь ангельскими инвестициями. При этом, наверное, мое отличие от того же самого Игоря, Сергея, в том числе и Саши, заключается в том, что я инвестирую мегаточечно, в том плане, что это буквально, может быть, пара проектов в год. При этом в проектах, куда я инвестирую свои собственные деньги, первое – это очень ранние инвестиции. Зачастую, так сказать, не то, что первые клиенты, а может не быть даже прототипа. То есть просто, чтобы была идея, а прототип появится позже. Значит, из проектов, которые можно упомянуть, когда-то, так сказать, в начале 90-х была такая компания Медиамеханикс, вот МБИ и Консалт, я сказал, Лобай, проект, который родился и погиб, Advantage или Grand Media, Alitics, Widget. С инвестором в Alitics вместе со мной, я, так сказать, очень этим горжусь, почему? Потому что человека этого знаю уже больше 10 лет, и горябенький, искренне считаю, что, вот, знаете, бывают такие ситуации, как у Intel когда-то было, с его процессорами, там, условно говоря, 10 лет назад. Был Intel, и были все остальные. Вот я абсолютно искренне считаю, что есть и горябенький, и есть все остальные. Почему? Потому что Игорь, он фактически, так сказать, ну, как некий такой, так сказать, я не знаю, там, трактор, паровоз, как угодно, так сказать, можно сказать, он для нас вот проложил путь, и следом за ним уже идут, там, десятки людей, которые в том числе, так сказать, оглядываются, учатся. Поэтому для меня всегда, так сказать, большая честь, там, если к какому-то проекту Игорь проявляет интерес. И более того, вот последний, так сказать, мой опыт, почему я люблю с Игорем общаться, потому что, так сказать, ты вот читаешь, веришь, что у тебя классный проект, приходишь, так сказать, как бы тебя тут же забрасывают какашками, и ты, так сказать, понимаешь, что вот какашками-то по-справедливому тебя забросали, и все, так сказать, совсем не так, как ты до того представлял. Вот. Вот в проекте Виджет соинвестор мой, это Саша Бородич, который, так понимаю, после меня будет выступать. Значит, если говорить про мои инвестиции, то в основном они, так сказать, сконцентрированы все, что вокруг интернет-маркетинга, контекстная реклама, конверсия, бигдата и программы лояльности. Средний чек достаточно скромный, от 50 до 70 тысяч долларов, плюс в этом году я кредитовался при Московском посевном фонде, поэтому, так сказать, появилось плечо два к одному. Вот. И, так сказать, на что я обращаю внимание, когда отбираю проекты, в первую очередь, конечно, это команда, релевантность предыдущего опыта и, так сказать, мегаважные вещи, масштабирование, глобализация и, так сказать, будущая монетизация. При этом в своих проектах я участвую, так сказать, очень активно, как я уже упоминал, в том числе и, так сказать, в тех или иных операционных ролях. То есть, может быть, здесь это для подавляющего большинства бизнес-ангелов нетипично, но я предпочитаю, по крайней мере, так сказать, те проекты, которые проинвестировал, быть мегаактивным во всем, что связано со следующими раундами инвестиций, мегаактивным во всем, что связано со стратегией, так сказать, развития бизнеса. И считаю, что бизнес-ангелы, типа меня, должны отставать от своих проектов в тот момент, когда у проекта появилась возможность взять на работу наемного SEO. До той поры, пока наемного SEO нет, а компанией руководят отцы-основатели, искренне верю в то, что бизнес-ангелы, типа меня, они, так сказать, не лишние. Все. Спасибо. Что такое? Наши бизнес-ангелы работают, да? Демонстрируют совершенно фантастическое укладывание во времени, поэтому, Саша, и поехали. Добрый день, меня зовут Саша Бородич, я бизнес-ангел. И ко мне можно приходить не только за деньгами, ко мне можно приходить за ценным советом, если я даже и не дам денег, я скорее помогу вам, посоветую, к какой фонд, к какому бизнес-ангелу обратиться, не столько потому, что я там точно знаю, кому вы подходите, а столько потому, что когда я начинал как предприниматель, я на своей шкуре и на, так сказать, своих незапущенных и плохо запущенных проектов, помимо тех, которые были успешны, наступил на такое количество грабель и совершил, по-моему, все возможные ошибки, которые только может совершить предприниматель, что поставил все одной из целей помочь начинающим предпринимателям этих ошибок не совершить. Собственно, моя задача перевернуть российское представление о том, что если человек упал, то он больше никогда не поднимется. Вот достаточно известная американская фраза, что fail means experience и ведет падение, ведет, дает опыт, и этот опыт ведет вас к успеху. Соответственно, моя задача помочь начинающим предпринимателям пережить те ошибки, не совершить те ошибки, помочь не совершить те ошибки и, соответственно, там, достичь успеха. Я инвестирую на очень-очень-очень ранних стадиях, на стадиях, когда готов только прототип, когда можно проверить только самые-самые первые гипотезы. Соответственно, инвестирую, как вы понимаете, там, как вы можете видеть, я здесь самый-самый молодой, и, соответственно, в наших терминах, наверное, видимо, бизнес-ангелочек, а не бизнес-ангел. и инвестирует там несколько десятков тысяч долларов, и редко человек бывает больше сотни тысяч. Тем не менее, у меня в портфеле сейчас 28 проектов, что кумулятивно дает достаточно большую сумму. Есть уже первые проекты, которые там совершили свой экзит, то есть были проданы, и, соответственно, вложенные в них инвестиции вернулись. Тем не менее, так как я занимаюсь этим профессионально не так давно, то судить о результатах еще пока рано. Тем не менее, мне кажется, что средний процент тех проектов, в которые я инвестирую, из них успешных будет больше просто потому, что, наверное, я еще не перегорел как предприниматель и помогаю проектам, в которых выступаю как бизнес-ангел, и руками, и головой. Соответственно, помогаю закрывать и маркетинг, помогаю закрывать там стратегические вопросы, помогаю с стратегическими партнерствами, если это возможно, если это необходимо проекту. Поэтому, если у вас есть какие-то проекты, которым требуется помощь, необязательные инвестиции, обязательно обращайтесь, постараюсь помочь. Каждому из тех, кто есть в зале, обещаю лично ответить и рассказать, куда пойти за инвестициями, если они необходимы. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Теперь мы дадим слово представителям венчурных фондов и начнем тоже с Александра. Саша. Антон, там презентация должна быть. Коллеги, добрый день. Меня зовут Александр Лупачев. Я представляю фонд Russia Partners. Они же российские партнеры. В эпоху социальных сетей и сетей типа Secret довольно сложно сказать что-то новое об организации, но я постараюсь. В основном по фактам. Хотя мы называемся российские партнеры, на самом деле мы представители иностранного капитала. По нынешним временам, наверное, не самая комфортная позиция. Но в России уже 20 лет, с 1994 года. И за это время профинансировали больше 60 российских компаний, в основном созданных талантливыми предпринимателями. В 90-х это были такие компании, как MTV. Сейчас это в основном технологические компании сферы софта и интернета. Наша основная роль – это помогать предпринимателям масштабировать их бизнес. У нас в управлении несколько фондов. Средняя сумма сделки варьируется в диапазоне от 5 до 50 миллионов долларов. С нами десятки предпринимателей стали по-настоящему богатыми людьми. Некоторые из них по результатам экзитов заработали сотни миллионов. Наверное, самый яркий пример – это компания E-PAM. Офшорный разработчик, крупнейший на территории России, Украины и СНГ. Позапрошлого года мы создали специализированный фонд для инвестиций в технологические компании. Сейчас в этом фонде уже 7 инвестиций есть аппетит еще на 5-7. Мы, наверное, единственный в России игрок, который является по-настоящему глобальным. Штаб-квартира в Нью-Йорке, операционные офисы во всех странах БРИК и в Кремниевой долине. Буквально завтра я туда лечу обсуждать очередные сделки. То есть ты хвастаешься? Да. Для нас ключевой момент – это возможность масштабировать технологии и рынок. В этом смысле софт и интернет масштабируются достаточно хорошо. Наличие связи в других регионах позволяет нам заимствовать опыт у компаний, которые уже прошли определенный путь. Где-то впереди нас Индия, где-то Бразилия, где-то Китай. Есть чему поучиться. Обычно, если мы инвестируем, то даем возможность компании развиваться и дальше с точки зрения привлечения инвестиций. После нас обычно заходят крупные глобальные фонды с красивыми именами. Здесь перечислены некоторые из них. С большинством из них мы до сих пор соинвесторы в наших портфельных компаниях. Они отличный источник сделок и рекомендаций и клиентов. Как мы распределяем работу между нами и предпринимателями? Если вкратце, то основная задача предпринимателя – растить выручку, работать с клиентами. Наша задача – растить мультипликатор на эту выручку. В среднем за 5-7 лет нахождения нашей компании в составе акционеров мультипликатор вырастает 2-3 раза. Это квинтэссенция качества компании, темпов ее роста, ее прозрачности, ее доли на рынке. И, наконец, наша история успеха. У нас больше 30 экзитов, цыплят по осени считают, а инвесторов по экзитам. Из них, из 35 на бирже. Это самая сложная и самая большая задача для предпринимателя. С одной стороны стать богатым, с другой стороны независимым от ограниченного круга инвесторов. 5 наших компаний на бирже, одна из них, собственно, московская биржа, котируется сама у себя. Сейчас это достаточно большие компании, некоторые из них с выручкой больше полумиллиарда, но когда-то они все были стартапами, когда-то все были маленькими. Соответственно, наша задача – найти тех предпринимателей, которые мыслят масштабно. В среднем мы встречаемся с тремя сотнями компаний каждый год. Контакты у нас всегда открыты. Если будут вопросы, пишите, звоните. Спасибо. Спасибо, Саша. Борис и Bright Capital. Борис, презентации нету, да? Нет, презентации нету. А, окей. Слышно? Вроде да. Здравствуйте, я Борис Рябов, управляющий партнер фонда Bright Capital. Я, наверное, попытаюсь уложиться в еще меньшее время. У нас два направления инвестиций, с которыми мы работаем. Мы работаем с цифровыми компаниями, по сути, с теми, с которыми работают все остальные. И мы работаем еще с промышленными технологиями. Это, в каком-то смысле, наш конек, потому что фондов, которые умеют квалифицированно отбирать и управлять, и, самое главное, находить партнеров и продавать проекты, в промышленных технологиях их не так уж много. Большая часть нашего портфеля не в России, и по тем фондам, по которым мы уже проинвестировали, и по тем, которые инвестируются сейчас. Соответственно, шансов того, что мы отберем ваш проект и будем работать с ним, не очень много, честно говорю. Но если мы это делаем, это значит, что мы видим потенциал для стратегического партнерства также вне России, для того или иного проекта. Прошу любить и жаловать, заходите к нам на сайт brightcapital.com. Все написано, вы увидите, какие компании мы инвестировали, сделайте выводы, насколько то, что вы делаете, подходит для нашего фокуса и насколько мы подходим для вас. Наша партнерская сеть, это не только Россия, но это Европа, Израиль и Штаты, и на Западе, и на Востоке Штатов. Мы очень любим работать с компаниями, у которых платформенная технология. В любом из направлений, что в цифровых, что в промышленных технологиях. У нас есть практика бесплатных советов, обращайтесь, не обещаем, что конкретно к вам она будет применима, но действительно, те проекты, которые нам нравятся, в особенности те предприниматели, в которых действительно огонь в глазах, мы с удовольствием общаемся и помогаем, даже несмотря на то, будет ли не будет инвестиции. По нашему опыту нам говорят спасибо за это, ну и нам тоже нравится. Так что приходите. Спасибо, Борис. У нас остались Руна и Алмаз Капитал. Два фонда, которые в последнее время развернули нешуточные соревнования по количеству экзитов. По состоянию на прошлую неделю, по словам Димы, счет стал 3-3, я прав? Ну и теперь... Да, совершенно верно. А? Совершенно верно. Ну теперь давайте послушаем вашу пищу, Дим, давай ты первый. Антон. Еще раз представлюсь, я Дмитрий Чехачев, управляющий партнер фонда Руна Капитал, и наш девиз делать локальные команды международными лидерами. Причем локальные команды не обязательно должны быть из России, они могут быть из любой страны, потому что технологические лидеры — это понятие, не привязанное к каким-то странам. Поэтому мы инвестируем не только в российские команды, но и в компании в девяти других странах. Я, наверное, потрачу на пичи еще меньше времени, чем Борис, потому что дам первый, наверное, совет вам, когда вы будете слушать пичи инвесторов, как бы не воспринимайте всерьез все, что они про себя говорят, а попросите поговорить с их портфельными компаниями. Я думаю, фаундеры тех компаний, в которые проинвестировали фонды, расскажут вам про них намного больше и намного интереснее всяких историй, чем сами инвесторы. Поэтому, чтобы все-таки время занять, у меня там еще какие-то минуты есть, я три компании быстро покажу, которые в нашем портфеле. Просто в качестве примеров и вот непосредственно фамилии фаундеров, с которыми вы можете связаться, я дам координаты, если необходимо, чтобы они вам в красках живописали, как мы этим компаниям помогли, в какой момент мы пришли. Мы приходим на очень ранние стадии, как правило, это инвестиция первого раунда, раунда А, и дальше мы растим эту компанию, помогаем ей нанимать правильных людей, помогаем ей находить правильных партнеров и правильные бизнес-модели, помогаем выстраивать международные операции, привлекать инвесторов следующего круга. Вот в данном случае это был Алмаз, кстати. Еще один пример – это компания Эквит, она как раз была ньюсмейкером на прошлой неделе, закрылся раунд B с фондом IT Capital. Но прежде чем этот раунд закрылся, Эквит прошел путь от практически отметки ноль. Когда мы начали разговор с Русланом, это было буквально 2000 клиентов, 2000 магазинов, работали на Эквите. На прошлой неделе эта цифра переварила за полмиллиарда, причем это полмиллиарда магазинов, то есть мерчантов, а не пользователей. Это существенно другого масштаба цифра. Был нанят президент компании, открыт офис в Сан-Диего, построена бизнес-модель через партнеров, таких как Викс, Йоа и так дальше. Ну и наконец, наверное, это одна из, как я говорю, Crown Jewels, как это правильно по-русски сказать, жемчужин в нашем портфеле, это компания NGINX. Мы инвестировали в эту компанию в тот момент, когда NGINX существовал как проект open source, не было ни компании, по сути была команда, фаундеры, кофаундеры. И NGINX в прошлом году привлек 10-миллионный раунд в долине вот такого небольшого фонда N.A. американского, запустил продукт для Enterprise, по дороге был нанят CEO американский, собственно, без чего было бы сложно и привлечь западного инвестора, и выйти на зарубежный Enterprise рынок. Ну и, собственно, сейчас NGINX находится в самом начале своего пути к IPO, но я думаю, что его путь именно в сторону IPO. Ну и подводя буквально несколько итогов, мы фонд, который инвестирует в раннюю стадию, на сегодняшний день у нас было три выхода и шесть таких достаточно сильных раундов в последующих с другими инвесторами. У нас команда предпринимателей, это важно не только с точки зрения помощи, но и с точки зрения нахождения общего языка, потому что с инвестором же приятно должно быть работать, не только помощь надо получать, но и удовольствие. Мы безумно активны, я уже сказал, что мы инвестировали в разном количестве стран, мы мазохисты, любим учиться на разных, на своем опыте совершаем огромное количество действий, и это важно, потому что это помогает быстрее учиться. Тем больше действий вы делаете, тем больше вы учитесь. Вся наша команда в совокупности имеет огромный опыт масштабирования бизнесов от нуля до десятков, сотен и даже миллиардов долларов. И как я уже говорил, мы готовы делиться всеми этими знаниями, отдавая их вам, помогая вам растить ваш бизнес. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Любовь, и напоследок слово тебе. Там тоже есть презентация. Сейчас будет. Работает этот микрофон, да? Нет, подожди, сейчас появится. Отлично. Меня зовут Любовь Симонова, и я присоединилась к команде «Алмаз Капитал» в 2010 году. Мы такой же стартап, как и вообще другие стартапы. У нас есть тоже инвесторы. Это Европейский банк реконструкции и развития, Cisco и UFG Asset Management. Что такое «Алмаз»? «Алмаз» создан предпринимателями, предпринимателями, а именно лидер у нас Александр Галицкий в 2008 году. На текущий момент у нас более 22 компаний в портфеле и несколько сотен миллионов долларов в управлении. Соответственно, наши, скажем так, стадии, на которых мы инвестируем, это все-таки ранние и средние стадии развития компании. Я бы не сказала, что это совсем сид, но у нас инвестиции идут примерно от 700 тысяч долларов. Средний чек за последние 7 лет составил примерно 6,5 миллионов долларов. На более поздние стадии мы смотрим и можем инвестировать, скажем так, это не основной фокус, но мы на них тоже смотрим. Что мы отбираем и что в нашем фокусе? На самом деле у каждого фонда есть свой фокус, как вы уже, я думаю, поняли, общаясь с представителями разных фондов. У нас этот фокус очень, в общем-то, узкий. Это рынки, которые в международном, скажем так, масштабе от миллиарда долларов. Это интернет-технологические компании. Когда меня спрашивают, вкладываетесь ли вы в электронную коммерцию, да, мы вкладываемся только не в магазины, а в платформы. Если у вас платформенные, облачные, какие-то технологические вещи, связанные с большими данными, связанные даже с медиа, с рекламой, то вполне возможно, что вы попадете в наш фокус и будете проинвестированы. Наше географическое распределение на текущий момент это Россия и Америка. У нас есть функционирующий операционный офис в России и в Силиконовой долине. Нас не так много. Вот все фамилии, перечисленные на этом слайде, это весь айсберг фонда «Алмаз Кэпитал». Это все члены команд, которых можно застать на мероприятиях, которых можно поймать, которым можно позвонить, списаться и сделать презентацию своего проекта. У нас нет такого, что кто-то один занимается отбором. Можно прийти абсолютно к любому члену команды со своим проектом и рассказать про пичи. Что-то у нас кликер. Отлично. Соответственно, у нас фонд такого, скажем, классического построения, который смотрит на команды в России и в Америке. И строим мы свою политику развития компании по так называемой бридж-модели. Обязательные, скажем так, условия – это работающий бизнес и в Америке, и на территории России. Когда Дима сказал, что нужно спрашивать портфельные компании, вот как раз список портфельных компаний, к которым можно прийти и позадавать вопросы на тему «Алмаз капитала». Из последних инвестиций компания «Гридгейн», компания «Синара» – достаточно интересная такая ранней стадии компания, которая строит очень интересное телекомовское решение. Компания «Сенсити», компания «Нивал» – это все те люди, к которым, опять-таки, можно приходить и узнавать все про «Алмаз капитал». Одно из последних наших инвестиций – это «Старвинт», который работает, в общем-то, тоже в глобальном масштабе. Для тех, кто захочет посмотреть более детальный наш фокус, и в презентации это все описано, здесь много мелких букв, которые с экрана не сильно читаются. И, как говорится, почему мы? Потому что мы открытые игроки, играем, условно, на территории Российской Федерации, странах СНГ. Мы одна из лучших команд, имеем представительство и опыт работы как на территории России, так и на территории Америки. И вот эти все люди, которым можно посмотреть в лицо. Наша команда – Александр Галицкий, Джефф Байер, Павел Богданов, Чарли Райан, Роз Ден, Люба, Ира, Виктор. Итак, спасибо за внимание. Спасибо, Люба. Но, к сожалению, наши инвесторы не дали нам шансов сказать, что кто-то из них нарушил отведенное время. Поэтому я предлагаю перейти к заранее заготовленным вопросам. Для того, чтобы сидящим в зале было интереснее, я хочу понимать. Друзья, а кто из вас зарегистрировался на нашем мероприятии в качестве стартапа? Поднимите руки, пожалуйста. Окей, в качестве инвестора. Остальные, я так понимаю, в качестве посетителей. Это либо инвесторы, которые сэкономили пару тысяч, либо посетители, которые собирают стать стартапами. Итак, наш первый вопрос, на который я попрошу всех ответить по очереди, он звучит следующим образом. Друзья, как вы выбираете проекты и где вы их ищите? На что стоит обратить внимание стартапу перед тем, как идти к вам? Давайте мы начнем уже по порядку, чтобы… Игорь, как и где? Это самая последняя тема, как выбирать проекты, потому что, в общем-то, мы не успеваем быть сильно проактивными, потому что проекты сильно активны. И здесь вот как раз это было много, вот сначала Дима, потом Люба, что спросите те проекты, в которые вы инвестировали, чтобы узнать о нас. Так вот, мы очень много проектов как раз получаем через те проекты, в которые мы инвестируем, потому что они нас всячески и настойчиво рекомендуют. Потом мы много проектов получаем от сообщества, скажем, от старших братьев, то есть венчурные фонды, которые видят хорошие проекты, но при этом считают, что для них ранняя стадия, рекомендуют нам проекты. И, в общем-то, все здесь сидящие, кроме, наверное, Russian Partners, время от времени какие-то проекты нам отправляют, я считаю, что это нормально, так же, как и мы считаем нормальным отправлять им проекты, которые переросли в нашу стадию. А так, в общем-то, достаточно большая известность есть у Altair в России, поэтому проекты у нас здесь находят сами, а на других рынках это более классические это ивенты, нетворкинг и очень много как раз вот от своей тусовки, от проектов и от партнерских фондов. Спасибо, Саша. Ну, известность Altair большая, а известность Саши Бородича маленькая, поэтому волка кормит ноги. Я отбираю проекты на всевозможных ивентах, в основном это либо победители всевозможных инкубаторов, акселераторов, либо это проекты, которые попали на встречи клубов, разнообразных клубов бизнес-ангелов, либо пришли по рекомендации от кого-то из бизнес-ангелов. Бизнес-ангелы в последнее время любят и хотят делиться друг с другом проектами для того, чтобы синдицировать совместность деньги, сделки, для того, чтобы, собственно, каждый из ангелов мог вложить ту сумму, которая может, и для того, чтобы общий... Уважаемые участники, просьба вернуть раздаточные материалы, в которых находились документы с написанными от руки, текстами в комнату потерянных вещей. Нехорошо брать чужое. Соответственно, на таких мероприятиях, как сегодняшний ивент и, наверное, сейчас бы... Уважаемые участники, просьба вернуть раздаточные материалы с документами, написанными от руки в комнату потерянных вещей. Дорогие партисменты, пожалуйста, верните партисменты материалы с документами, которые были в конце в последнее время в доме. Спасибо. Верните уже документы, давайте. А вот они, похоже, сумашут документами. Ну и, слава богу, соответственно, в нашем мире есть социальные сети, LinkedIn, Facebook, и большое количество заявок, которые потом превращаются в инвестиции, приходят через них. Спасибо. Спасибо, Саша. Вячеслав, ваше слово. Во-первых, сформировалась действительно экосистема, есть Сколково, есть Free, и оттуда идет большой поток. Второе, что если проявляешь какую-то минимальную активность, то достаточно часто пишут, и третье – это от других бизнес-ангелов. Благо, что мне здесь существенно легче по сравнению с моими коллегами, потому что, как я сказал, что у меня инвестиции редкие и точечные, поэтому мне, наверное, вот такого огромного массива проектов переваривать не нужно. И был еще один вопрос, если я не ошибся, так сказать, как отбираешь, в смысле на что внимание обращаешь, да? На что стоит стартапам обратить внимание, когда они к тебе идут? Ну, у меня, так сказать, три критерия, я в презентации их показывал основные. Первый – это команда, второй – это масштабирование, третий – это глобальность. Причем, если говорить о команде, то я бы так сказал, мое субъективное мнение, что очень сложно найти проект, который погиб из-за того, что была, так сказать, плохая идея. Я искренне верю в то, что проекты почти всегда погибают от того, что либо плохая команда, либо, ну, условно говоря, плохие инвесторы, либо команда в какой-то момент с инвесторами поссорились. Почему? Потому что хорошая команда всегда найдут, всегда поймут, ну, почти всегда, что нужно сделать со своим проектом, как перепозиционироваться. И мы вот, кстати, Дима когда, так сказать, демонстрировал здесь успехи их инвестиций, мы как раз могли видеть, что, если я не ошибаюсь, практически все эти проекты, они несколько раз делали пивот, несколько раз, так сказать, как бы вправо-влево частично смещались, ну, окей, так сказать, занимали соседние ниши и так далее. То есть, если команда сильная, если основатели сильные, то они, так сказать, найдут, как развиваться. Поэтому… Нет, но пивота там не было просто. Я так сразу… Ну, давай обзовем это другим словом. Опровергнул сходу. Ну, окей. Если команда сильная, то, так сказать, она найдет. Поэтому начинающие стартаперы, главное, на что нужно обращать внимание, это не на гениальность своей идеи. Почему? Потому что, что бы вы ни делали, почти всегда это уже кем-то либо сделано, либо прямо сейчас делается. То есть, чтобы вы были уникальны и никого больше на рынке таких, как вы, не было, я думаю, таких ситуаций не бывает. А вот обратить внимание на комплементарность основателей, условно говоря, программист, дизайнер, так сказать, финансист, человек, который отвечает за операцию, это, конечно, достаточно идеальная ситуация, когда 3-4 партнера, которые стартуют бизнес, они комплементарны по отношению друг к другу. Мне кажется, что для любого бизнес-ангела это важно. Спасибо, Вячеслав. Сергей? Ну, я тоже, как и Вячеслав, собственно, не так много инвестирую, поэтому у меня нет необходимости просматривать тысячи проектов. Я, как правило, получаю достаточно много проектов от каких-то там людей, которые меня знают, по каким-то своим каналам, как в Бостоне, так и в России, так и в Израиле. Поэтому, в принципе, недостатков потока проектов нет. Из того, что я смотрю, я, как правило, смотрю на те проекты, к которым я могу чего-то добавить. То есть, соответственно, это всегда проекты, которые как-то ориентированы на западной рынке, потому что мне там есть чем поделиться. Естественно, команда, тут я не буду повторяться, но команда, как правило, это стоит на первой стадии. И, как правило, я достаточно долго смотрю на проект, и я хочу видеть какое-то движение. То есть, с того момента, когда я начинаю разговаривать с проектом, до того момента, когда я принимаю какое-то решение как-то все-таки с проектом чего-то делать, как правило, проходит какое-то время, за которое, если нет движения, то, значит, скорее всего, не очень интересно. Спасибо, Сергей. Александр? В принципе, мы здесь не оригинальны. Основной источник наших сделок – это наши собственные контакты. В записной книжке 11 тысяч человек, из них больше тысячи владельцы бизнеса, предприниматели. Мы их регулярно контактируем, как минимум раз в полгода, спрашиваем, как дела, как рост, нужны ли деньги. Иногда такие разговоры превращаются в сделки. Второй важнейший для нас источник сделок – это фонды более ранних стадий. Мы позиционируемся как фонд раундов 2 и 3. Соответственно, для нас, портфельные компании фондов раунда 1 – это достаточно эффективный источник. Вот буквально месяц назад закрыли сделку с одной из компаний, которая находится в портфеле Румы. Люба? Ищем мы на самом деле проекты не только по контактам, но и на разных мероприятиях в том числе. Почему? Потому что, с одной стороны, это определяет определенные тренды, на которые там стоит, не стоит смотреть. А вот с другой стороны, чтобы не пропустить те самые жемчужины, которые могут появиться где угодно и когда угодно. Кроме этого, достаточно большое количество проектов, которые нам не подошли, условно, на ранней стадии, отправляем к бизнес-ангелам и, в общем-то, мониторим на протяжении определенного достаточно долгого времени, там 2-3 года бывает. В том числе, помогая им развиваться и отвечая на определенные вопросы и контактами. Много интересного дают для размышления и для поиска проектов различные рейтинги. Russian Startup Rating, те же конкурсы. Компания Cisco регулярно проводит конкурсы для технологических компаний. Это также, в общем, источник нам для рассмотрения проектов. То, что создается большое количество новых фондов, там, ранних стадий, это очень хорошо. И, во всяком случае, это нам будет облегчать фондам, скажем так, более поздних стадий по сравнению с ангельскими, поиск каких-либо компаний для инвестирования. А что пожелать и на что отметить, внимание, никогда не бойтесь общаться. И если вы видите человека, который называет там себя инвестором, у него на бейджике это висит инвестор, подойдите, познакомьтесь. Если он вас не проинвестирует, во всяком случае, он вам даст грамотный фидбэк по конкретно вашему проекту. Потому что опыт предпринимательства у любого инвестора очень богатый. Вот как Александр Бородич сегодня сказал, что он вставал на грабли не раз, не два, не три. И вот каждый из нас вставал на грабли не раз, и не два, и не три. Во всяком случае, мы вам расскажем, где эти грабли могут лежать. Окей, Дмитрий. Ну, чтобы не повторяться, я просто не буду повторять все, что было уже сказано, потому что количество способов поиска проектов, оно огромное. И тут 40 минут не хватит даже, чтобы лекцию на эту тему устроить, такую соло. Поэтому я назову один способ, который никто не говорил. Есть ниши, которые нас интересуют, в которых мы видим большое количество прогресса в технологиях. Например, это финансовые технологии, например, это технологии в образовании, например, это технологии в здравоохранении, это облачный софт для малого и среднего бизнеса. Это все вот наши любимые темы, да, руновские. И в этих темах мы ведем активный поиск, да, то есть мы стараемся через нашу сеть контактов искать лидеров, потому что рецепт как бы правильной инвестиции, он же очень простой, нужно выбрать правильную нишу и поставить на лидера в рамках этой ниши. И тогда вы безусловно заработаете. А вот как выбрать эту правильную нишу и как идентифицировать лидера среди нескольких стартапов, в этом, собственно, наука и заключается. Спасибо, Борис. Ну, в дополнение к тому, что было сказано, все безусловно правильно, очень полезно смотреть на те компании, которые как бы не совсем ваш путь прошли, но вот которые как бы рядом, не очень далеко, то есть которые в той же нише или с теми же типами клиентов общаются или работают. Но, тем менее, уже поднимали денег и там год на три раньше стартовали. Посмотрите, кто в них инвестировал. Придите к этим людям, поговорите с ними. Засветитесь в акселераторах-инкубаторах. Сейчас действительно достаточно плотная экосистема в России уже. Засветитесь в рейтингах. Просто много общаетесь. Каждый из нас с вами знаком через один или два контакта. Гарантированно. Если вы просто откроете Facebook, мы все с вами знакомы. Мы очень недалеко. У нас достаточно плотная среда. Факт того, что мы все здесь в одном помещении, что-то об этом говорит. Поэтому в реальности проблем познакомиться сейчас нет. удобно. Есть проблема произвести вменяемое впечатление друг на друга. Но это как в любом человеческом общении. Здравый смысл лечит все. Поэтому общайтесь, получайте фидбэк, корректируйте себя на основании этого фидбэка, радуйтесь жизни. Мы тоже хотим радоваться жизни вместе с вами. Я еще добавлю буквально. Я забыл один способ поиска проектов. Там их Игорь Рябенький приносит. Вот. Чисто статистически это довольно высокий уровень как бы правильного ответа. Если возьмите у Рябенького деньги, мы тоже рядом где-то. Спасибо, друзья. Короткий вопрос. В какие проекты вы никогда не будете инвестировать? Ну, хорошо. Первое, там, те проекты, которые противоречат убеждениям. Ну, во-первых, убеждение инвестировать в те проекты, там, где ты что-то понимаешь, и там, где будет такой added value от тебя. Потому что карман у нас не такой глубокий, если рассчитывать, что мы любой проект можем сделать только деньгами. А потом, ну, есть проекты, которые действительно противоречат, там, не знаю, там, торговле оружием. Там, Росвооружение, это уважаемая компания, но я, допустим, этим заниматься там не стану. Ну, и там, все, что лежит там на грани или за гранью, это понятно, тоже нет. А мы реально, у нас достаточно большой спектр проектов. Есть образование, мы любим проекты, которые здравоохранение, причем такие, больше там, со здоровым образом, жизнь связанная, всякие мобильные, там, мы не будем инвестировать в проекты, вот, близкие нам, но где есть сильные эксперты рынка, а мы такими не являемся. Я не знаю, то есть, если есть там Game Insight, и есть там, Мацанек, как большой эксперт в игровом рынке, то я сюда там не пойду по, ну, просто, ну, потому что зачем? Это конкурирующий проект. Да не в том, что даже конкурирующий, просто зачем пытаться там мериться силами на той поляне, где ты ничего не понимаешь. Собственно так. А базово, конечно, если у вас это проект понятный, масштабируемый и в той области, которую мы понимаем, welcome, мы его посмотрим, поможем. Ну, чтобы не повторяться за Игорем, естественно, если я понимаю проект, я не буду инвестировать в случае, если команда проекта не готова двигаться по методологии Лины и Джайл маленькими шагами, проверяя бизнес-гипотезы. Я убежден, что именно таким способом на той стадии, на которой от меня максимум пользы, проект может улучшить свои результаты там за несколько месяцев в десятки раз. Соответственно, если проекту не близка эта методология, то, соответственно, мы, наверное, не сможем дружить и, как следствие, там быть инвестором и стартапом. Для меня, получается, все очень просто. Это обратно от того, что я уже писал. То есть не буду инвестировать, если нет потенциала глобализировать проект, не буду инвестировать, если нет потенциала масштабировать проект, не буду инвестировать, если непонятная команда. При этом, может быть, я здесь согласился бы с одним из высказываний Котырева, это который основатель ЮМИ, о том, что для меня коммитмент членов команды более важен, чем их, так сказать, профессионализм и предыдущий экспириенс. Почему? Потому что мегапрофессионал, который не замотивирован, в принципе, на долгосрочном горизонте не верю, ну не то, что не верю, а риски более высокие, чем человек, который здесь и сейчас менее профессионален, но, тем не менее, у него, так сказать, огромнейшая мотивация, это огромнейший коммитмент на то, чтобы добиться успеха. Ну, большую часть вариантов уже, по-моему, огласили, но, в принципе, я не буду инвестировать, если проект локальный, если он не рассчитан хотя бы на западный рынок, которые достаточно большие, неинтересный проект, который, в принципе, даже теоретически, там, рынок совсем маленький, ну и команда, если не выглядят сильные команды, то тоже. Господа фонды, Саша? Кому ты никогда не дашь денег? Да, если вкратце, то мы не инвестируем в проекты, которые не соответствуют нашим базовым критериям. Базовый критерий – это темпы роста минимум 30% в год по выручке, и предприниматель, который хочет то же самое, что и мы, то есть выйти в кэш через 5-7 лет. Если предприниматель хочет оставить бизнес по наследству, это не для нас. Это законно. Для нас важна идея предпринимателей реализация, то есть мы проинвестируем, когда будет совокупность трех показателей, не считая того, что компания должна четко попадать под наш фокус, потому что у нас институциональные инвесторы, у нас продуманная стратегия и, опять-таки, достаточно узкий фокус – высокотехнологический интернет-компании. Если большая часть бизнеса находится в офлайне, то это не наш фокус, и мы в это не будем инвестировать. Опять-таки, если это магазин, то в магазин мы не инвестируем, а платформенное решение, которое будет решать вопросы электронной коммерции или ритейла, опять-таки, интернет-технологическая компания, в такую мы будем инвестировать. У меня, как ни странно, был рояль в кустах. Можно рояль? Я имею в виду, что в презентации, которая была у меня, там как раз были последние несколько слайдов. Если можно, там были несколько слайдов последних, которые я не показал. Кликер на капитал, пожалуйста. Потому что время кончилось. И там был как раз ответ на этот вопрос, куда мы не инвестируем. Сейчас, я думаю, она у нас вернется. Дима, вы найдите кликер пока, чтобы быстро дойти до нужного слайда. Это буквально займет минуту показать картинки. Давайте я прямо сейчас перейду в конец. Вот, собственно, мы, понятно, не инвестируем, если вы не занимаетесь разработкой программного обеспечения. Если у вас там биотек или клиентек, то есть фокус не совпадает, это тривиальный ответ. Еще мы не инвестируем в слабую команду, в которой отсутствует еще, к тому же, лидер четкий. Мы не инвестируем в немасштабируемый бизнес и в гаджеты. Гаджеты, я здесь имею в виду, бизнес, который какую-то инкрементальную пользу приносит. Например, лесенка для маленьких собачек. Огромный рынок. Ну, как бы такой очень гаджет. А где они продаются? Вот, если мы слышим такое от предпринимателя, то мы не инвестируем, даже если у него при всем прочем. Даже если бизнес растет на 30% в год. Вот, если мы такое слышим, тоже мы не очень любим инвестировать. Потому что ни один нормальный проект нельзя сделать без плана. Вот это вот я очень не люблю. Фразу. Вот эта девушка тоже не воспринималась как конкуренция, тем не менее проникла в лагерь и отрезала голову военачальнику. Не очень любим, когда полностью размыт фокус у проекта, когда много чего делают. И особенно, когда несколько проектов, когда предприниматель приходит и говорит, у меня, о, вы знаете, у меня есть еще один проект. И еще один. Нет, я вам сейчас расскажу, у меня пять проектов. Про умение работать с инвестором, это вот похоже на Сашину тему, что инвестор, предприниматель должен быть с нами в одной лодке и быть готов продать бизнес. Если он не готов продать бизнес, то это не бизнес, а хобби. Вот в эту ситуацию мы не любим инвестировать. Вот эта фраза тоже нас немножко пугает, потому что разница между левым верхним углом и правым нижним как раз вот этой фразой описывается. И вот напоследок вот эта фраза, которая, что как бы, да, это все ерунда, это все легко мы сейчас сделаем. Шапка закидательское настроение. Все ужастики обычно начинаются с такого, что главный герой идет на прогулку в парк, и все хорошо, и солнышко светит. Спасибо, приходите к нам. У нас, поскольку мы инвестируем на разных стадиях, то критерии немножко различаются того, во что мы не пойдем на ранних и на поздних стадиях. Может быть, для вас это тоже поможет. На ранней стадии мы, присоединяясь к всему, что было сказано, то есть если мы не видим вменяемого предпринимателя, глядя на которого мы понимаем по сумме признаков, что нам будет комфортно с ним работать, то мы туда просто не полезем. Вне зависимости от того, насколько широкая или узкая идея, насколько все хорошо или плохо. И очень важная способность выполнить. Вот ability to execute, которую, с одной стороны, трудноуловим, а с другой стороны, очень легко объясним. Человек либо умеет строить, либо не умеет строить. То есть это существенно. Либо знать, где найти людей, которые умеют строить, а мы подождем, пока появятся такие люди. Или вместе попробуем что-нибудь сделать. Ну, денег не дадим пока. Не поймем, что. Вот ability to execute появляется. В компаниях более поздних стадий мы скорее похожи на логику работы private equity фирм. То есть мы смотрим на выручку, мы смотрим на всякие такие штуки, которые вы ожидаете увидеть в компании, которая растет. Мы, и там таким стоп, таким нокаут критериум будет внутренний конфликт, который не дает возможности компании развиваться. То есть базовые проблемы уже взрослой компании. Это все касается нашего общего сектора, в который мы инвестируем, конкретно для промышленных технологий. Я знаю, многие из вас пришли с этим. Большая просьба не нарушать второй закон термодинамики. Если нарушаете, то до свидания. То есть мы безумные проекты стараемся не инвестировать. Существенно не приходить с проектом, который можно продать только Газпрому, потому что тогда идите к Газпрому и продавайте туда. Ну то есть у проекта должен быть рынок за пределом того, что делает, например, ваш НИИ. И это должен быть бизнес, а не распространение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ одного маленького проектного института. То есть это должно быть что-то, что имеет в себе бизнес-водику. Это тоже большая беда российского пространства промышленных технологий. Пожалуйста, попытайтесь через нее прожить и выйти победителями, и тогда у вас будут большие шансы. Спасибо. Спасибо, друзья. А теперь, господа стартаперы, время для вас. Мы сделали это наше мероприятие под названием Startup View для того, чтобы дать вам всем возможность установить новые контакты, найти новых инвесторов. И поэтому сейчас, по-моему, самое время показать нашим инвесторам и отдельно Любе, которая об этом упоминала, что вы усвоили урок, и вопрос нетворкинга – это то, что стоит во голове угла. Поэтому я попрошу наших волонтеров с микрофонами. Где наши волонтеры с микрофонами? И мы готовы к вопросам из зала. Друзья, у нас две категории отвечающих. У нас есть ангелы, у нас есть фонды. Поэтому просьба во время вопроса говорить, кому он адресован. Спасибо. Василий Охлопков, Технопарк, Якутия. И просьба говорить чуть погромче, плохо слышно. Василий Охлопков, Технопарк, Якутия. Вопрос к фондам. Какое количество проектов были инвестированы в Дальнем Востоке? Спасибо. Один, Банк Восточный. Спасибо. Они попадают под фокус наших фондов, про которые мы говорили. Это интернет-технологическая компания? Технопарк Якутия получает откровенно пятерку за вопрос. Урок усвоен материалы, розданный инвесторам. Ну, я прекрасно просто знаю, что находится в Технопарке Якутия. И в общем, для нашего фондов... Ты в Якутске была? Нет, у меня замечательный, вот сидит коллега из Якутии, да, с которым мы регулярно общаемся, и он мне докладывает обстановку по якутскому региону. А вот мой партнер в руне Андрей Близнюк, он родом из Владивостока. Так что, если что, обращайтесь. Так, следующий вопрос, друзья. Здравствуйте. У меня вопрос к бизнес-ангелам. Меня зовут Холестникова Дмитрия. Я молодой предприниматель. Вопрос следующего характера. Какие механизмы вы используете при определении распределения долей между инвесторами и фаундерами? Например, особенно интересно на ранних стадиях, когда как таковая там финансовая модель, инструменты из этого вытекающие, они в принципе не работают, когда еще, допустим, там есть только прототип или даже прототипа нет. То есть как вы решаете этот вопрос? Ну, первое. Мы не решаем вопрос разделения долей между стартаперами. На ранней стадии, значит, это вообще дело фаундеров, как они договариваются. Нет, я имею в виду, что когда вы рассматриваете возможность инвестиций, принимаете решение, как вы и фаундеры, по какой механике происходит? Ну, здесь все очень просто, потому что мы, как правило, не берем денег долей за красивые глаза, а берем доли за деньги. Поэтому мы договариваемся, мы понимаем, на какой стадии находится проект в этот момент. У нас есть в голове некое понимание, как проект должен быть оценен, в основном в зависимости от того, где он сегодня, где он может быть через год, через два. Базируясь на этом, мы вместе с фаундерами пытаемся найти удобоваримую некую формулу. И как результат мы получаем распределение. Часто, когда нельзя сразу это сделать, более-менее понятно и безболезненно, мы разбиваем само инвестирование на несколько шагов, которое позволяет последовательно определить удобную сторону, с возможностью на этих шагах где-то остановиться. То есть взять больше денег, меньше денег и поделить, соответственно, меньшей долей. Что я хочу сказать к этому вопросу, хотя вопрос не прозвучал. Российские стартапы сейчас чуть начинают приходить в себя, но по-прежнему страдают какой-то суперстремлением переоцениться. То есть если у меня есть смятый листок, на котором я набросал пару своих идей, и я стою миллион долларов, если я аж посидел вечер, сделал полу-поинт-презентацию, то уже два миллиона долларов, а если мама, папа и тетя сказали, что это здорово, то три миллиона и так далее. То есть, конечно, это не так, и жизнь достаточно быстро такие проекты ставит на место. Поэтому, в общем-то, да, надо плясать от того примерно, что инвесторы, которые инвестируют в ваш проект, какой заработок они видят для себя на том, что они какое-то время с вами в проекте пробудут и подведут его к каким-то выходам, и от этого уже и плясать. Я могу добавить, во-первых, к тому вот комментарию на тему эвалюаций стартапов. То есть, ну, сегодня немножко, может быть, они опустились, но момент там, несколько месяцев тому назад точно совершенно эвалюации стартапов в Бостоне были таких аналогичных ниже, чем эвалюации стартапов в Москве, что ситуация немножко ненормальная. То есть, так сказать, рынок, запросы были явно сильно большие здесь. И второе, есть еще механизмы, на самом деле, там, например, Convertible Note, через которые вы, по сути, можете немножко отложить решение, какие проценты отходят за инвестицию до следующего раунда, по сути. Я не хочу вдаваться в подробности, но, в общем, все это легко найти. Можно я от инвесторов добавлю, просто мне эта тема очень всегда задевает за живое. Вот те, кто думают долго над тем, сколько процентов отдать инвестору, я вам советую переключиться лучше на мысль, а с каким инвестором мой стартап будет стоить десятки миллионов долларов, с каким сотни миллионов долларов, а с каким, допустим, миллиарды долларов. Если вы подумаете немножко, этот вопрос намного важнее, чем вопрос, сколько процентов вы отдадите. Потому что 50 процентов от миллиарда, допустим, это намного больше, чем 90 от 10 миллионов. Я просто добавлю чуть-чуть, вот, совершенно согласен с Димой, потому что я очень часто говорю стартапам, что когда вообще вы смотрите на то, какой процент вы отдаете за что-то, там, или кофаундеру, или там, опции сотрудникам, или инвестору, смотрите на это не с точки зрения процента, какой вы отдаете, а смотрите, вы отдаете его за какой-то value, которое вы получаете. Вот если то value, которое вы получаете, оно больше вот этого процента, то это good deal. Смотри, еще немножко, да. Мне кажется, здесь еще важны следующие вещи. Первое. В любом случае, как бы, это некий компромисс. Первое. Любой стартап, ты всегда по аналогии можешь оценить, там, примерно, каких денег он стоит. Просто потому, что были аналогичные сделки. И второе, ну, опять-таки, мой собственный опыт, брать в стартапе меньше, чем 15% некомфортно ангелу, а просить больше, чем 30%, наверное, это, так сказать, неправильно по отношению к основателю. И последнее. Вот по моему опыту, западные проекты, они не боятся очень быстро расти, многократно размываться. Поэтому нередка ситуация, когда, там, доля основателей, она падает ниже 10%, но при этом стартап развивался бурно, продался, там, за 300 миллионов долларов, и все заработали. Вот у нас в России здесь несколько такая, так сказать, более распространена собака на сене. Лучше я, так сказать, там, не привлеку деньги, умру, там, что угодно сделаю, но не буду интенсивно пытаться привлекать деньги, не буду, так сказать, делиться с инвесторами. То есть здесь в какой-то мере в России, наверное, нужно поломать психологию стартаперов. Опять мое субъективное мнение к тому, чтобы они не боялись размыться, там, 5-7, условно говоря, 10 раз, но при этом у них основная задача – это быстрота роста бизнеса, а не размер их доли в нем. Окей, ваш вопрос, пожалуйста. Дмитрий Долгих, проект EOB Market – это клауд-система BI-система класса Data Discovery. У меня следующий вопрос. Вот мы участвовали на Цебите, который был, соответственно, ну, с тем, чтобы проверить, насколько наша система адекватна западным чаянием, скажем так. И, в принципе, получили достаточно такой позитивный референс от многих представителей многих стран. В основном это были консалтеры, которые готовы были продавать нашу систему, как бы все в стране, были представители Бундестага. Давайте вопрос, пожалуйста, а то у нас времени. Да, вопрос следующий. То есть зачастую вот мы… То есть у нас куча визиток, но пришли к тому, что… пониманию, что зачастую не хватает не столько, может быть, денег, сколько знаний именно вот как вступить на западный рынок. И вот если нам нужны именно вот как бы вот эти вот знания, то есть можем ли мы обратиться к вам, да, то есть не только вот с просьбой там дайте денег, а вот поговорить, обсудить, то есть какие есть проблемы, что нам не хватает, какого шага нам не хватает, при том, что у нас есть некий положительный референс, да, и есть желание… Можно я отвечу на ваш вопрос, хоть я и не представляю ни ангелов, ни фонды. Я тут тоже хотела ответить. — Обращайтесь в Сколково, у нас есть шикарная менторская программа для вывода наших стартапов на западный рынок, мы вам все расскажем и поможем. — Сколково… — Сколки, коллеги, сори, у меня такое, так сказать, очень грубое сравнение, но я его все-таки сделаю. Имеет место в жизни быть, как бы давай с тобой переспим, но цветов я тебе не подарю и в ресторан не свожу. Но, так сказать, тем не менее, вот давай, так сказать, как бы вот всем будет хорошо. Мне кажется, за все в этой жизни надо платить. Поэтому, типа, вот мы встретились, посоветовались, если вы, так сказать, насоветовали, куда и как двигаться. Это, наверное, не совсем корректно. Почему? Потому что, ну, по-нормальному есть некая энергетика обмена. То есть если тебе дают знания, ты чем-то за это должен заплатить. Ну, минимум это отношением, а максимум, так сказать, если вы хотите, там, нормальный, профессиональный, заинтересованный совет, значит, наверное, нужно, так сказать, поделиться какой-то долей, то есть дать интерес, чтобы тот, кто вам советует, для него это было не абстрактное менторство, помимо всего прочего, а, так сказать, чтобы он это делал. Почему? Потому что он за деньги купил у вас долю и теперь хочет, чтобы его деньги прирастали. Поэтому он начинает тратить на вас огромное количество времени, свои связи, то есть все, что угодно для того, чтобы вам помочь. Поэтому, мне кажется, надо немножко делать вот шаг дальше. Это не... Никто вам не насоветует, что нужно сделать. И менторства здесь не хватит. Здесь действительно, по-настоящему нужен партнер. Ищите партнера, у которого есть опыт, вводите партнера тем или иным образом, так, чтобы он был заинтересован в вашем бизнесе, и дальше, так сказать, вам будут советовать там много. Ну, наверное, так сказать, это вот больше относится к фондам, чем к бизнес-ангелам. Это кажется. У меня на самом деле такой простой вопрос. Зачем вы общались с консалтерами? Вы поехали на Цебет, вы могли абсолютно спокойно искать тех, кто станет вашими клиентами, вашими, вашего продукта. Почему вы не собрали хотя бы фидбэк от возможных покупателей продукта? То есть перед тем, как выходить на западный рынок, вы должны понять, а купит ли продукт кто-то, и потом уже находить людей, которые будут помогать вам продавать этот продукт. Я еще шире вопрос поставлю. Зачем вы на Цебет поехали? Вы бы еще на Петербургский экономический форум со стартапом. Мы же уже, они уже туда поехали. Только вот зачем с консалтерами общаться? Найдите какую-то узкую отраслевую конференцию, где сосредоточены ваши, как бы, фокусные заказчики правильного уровня, там, не ярмарку тщеславия, а рабочую выставку. Выставки же разные бывают. Цебет — это шоу. Ну, Цебет — это шоу, да. Хотя мы там находились... Друзья, пожалуйста, давайте Цебет мы обсуждать не будем там. Если есть, можно... Да, пожалуйста, следующий вопрос, вы, пожалуйста. Можно коротко, коротко прокомментируем? А, давай, совсем немного. Смотрите, это, в принципе, такая общая ситуация, типовая, да, когда стартап говорит, слушай инвестора или там не инвестора, помоги мне с клиентами, например. Ребят, самая лучшая ситуация, в которой вы будете находиться, если вы скажете, вот мой клиент, я знаю, что он есть, помоги мне выйти на него. Тогда это значит, что вы сделали свою работу и даете нам сделать нашу работу. Вот когда вы говорите, я хочу Сименсен, мы тебе скажем, не-не-не, не надо. Или, а, вот смотри, вот так, вот так, вот так, вот тебе контакт. Но если говоришь, а к кому мне пойти, тогда, скорее всего, ты свою работу не сделал, потому что ты предприниматель, а не мы. Дмитрий Сухоручкин, Нейро и ДСС, нейроэкономическая интеллектуальная система поддержки принятия решений. У нас проблема в том, что мы нашли, наша отрасль, это системы полиграфии, полиграф, те, которые могут выявлять какие-то нарушения внутри компаний, внутри организаций. Стоимость нейротехнологий это тысяча долларов в час, такое гигантское оборудование, плюс это… И вопрос? Вопрос такой, насколько узкая это ниша и какие могут быть инвесторы, которые… и какой тип инвестирования можете вы предложить? То есть это работа как контрразведчика, контрразведки внутри компании. Насколько узкая это ниша, это должны вы сначала рассказать все-таки как фаундер проекта. Нет, не сейчас. Ну, то есть готовы ли инвесторы такой области, допустим, с оружием не готовы некоторые работать, а вот такая контрразведка, полиграфы, более сложная тысяча долларов в час. Если потенциальный доход как бы в этой нише меньше, чем миллиард долларов США, то в подавляющем большинстве ситуаций инвестор с ней связываться не захочет, если только это, а, не является его хобби, и, б, он не хочет получить некий дивидендный бизнес, который, так сказать, будет вот работать и какая-то копеечка капать. Но если это бизнес, так сказать, как бы саморыночная ниша, она меньше определенного объема в деньгах, как я сказал, условно говоря, миллиарда долларов, то я думаю, подавляющему большинству инвесторов это будет неинтересно, потому что ему нужен взрывообразный рост, если проект выстрелил, чтобы он мог выстрелить, допустим, на его деньги в сто раз, в пятьсот раз, в тысячу. Если у вас вся ниша, условно говоря, 20 миллионов долларов, ну, сомневаюсь. Нишевый рынок может быть интересен стратегическому инвестору? Вообще ниша интересная, как ниша, то, что вы делаете. Если вы поймете, что у вас за клиенты и куда дальше с этим двигаться, то вот посмотрите, там, Google купил Boston Dynamics, кто бы мог подумать, кто бы мог подумать, да? Боевых роботов покупают, почему будет такую штуковину купить? Спасибо. Давайте следующий вопрос. Меня зовут Вадим, компания Metapolis. У меня проект похож на Сколково, поэтому вопрос у Сколково. Мы находимся на территории города будущего. Вопрос к фондам и к ангелам. Вложили ли вы, инвестировали ли вы свои деньги в Сколково, в город? Если вложили, то почему? Если не вложили, то тоже почему? И нравится ли вам город Сколково, город будущего? Будете ли вы в нем жить, работать, развивать свой бизнес? Знаете, наверное, я вам отвечу, как представитель Сколково, Сколково. У нас действительно очень много инвестиционных проектов, но, к сожалению, представители наших инвесторов и ключевых партнеров, они сейчас на этой сцене не представлены. Это, наверное, тема немножко другого мероприятия. Я думаю, что вы его сможете завтра найти в программе и там задать этот вопрос. Спасибо. Короткое дополнение. Поскольку вопрос был не что вы оцениваете в команде, а как, то я на него всячески отвечу. И на этот ответ, ответ на этот вопрос был уже в одной очень старой, на книге написан, по делам его. Собственно, каждый человек, он уже что-то в этой жизни сделал. И по этим его предыдущим делам, свершениям, результатам мы оцениваем команду. Саша? Буквально краткое дополнение. Помимо всех прочих критериев, мы смотрим, как люди торгуются по сделке. Если они берут первое предложение, значит, что-то не так. Если у них нереалистичные ожидания, то же самое. А вот золотая середина, это то, что мы ищем. Спасибо. Ваш вопрос. У меня вопрос. Меня зовут Федоров Вячеслав. Вопрос, собственно, связан с тем, что на рынке тревела, как вы знаете, очень неспокойные были истории и успешные проекты, которые работают в плюс. Вы рассматриваете или перегорели к рынку тревела? Спасибо. Здесь, я думаю, что это не связано с рынком тревела, как таковым, а это связано с тем типом бизнесов, которые работают на рынке тревела. Кто-то сказал, по-моему, Люба или Саша про оффлайновый компонент бизнеса. Люба, ты сказала, что в тревеле на самом деле очень большой оффлайновый компонент. То есть онлайн-тревел это, по сути, такая разновидность электронной коммерции, где большой как бы успех в основном зависит от того, как вы организуете свои операции, свою логистику, какой у вас будет инвентарий, какой у вас будет маркетинг, какой у вас будет колл-центр. А онлайн-компонента или как бы технологическая компонента она не очень большая. Поэтому мы как бы в такие проекты приняли для себя решение не инвестировать. Наверное, это была в целом ошибка, что мы туда пошли. Я для себя принимал такие решения неоднократно, вот как Дима сказал, не инвестировать в тревел и инвестировал после этого. То есть на сегодня у нас три проекта, два проекта успешных и один мы сейчас закрыли сделку буквально в конце прошлой недели. Надо подходить очень тщательно, потому что большое количество проектов они там копируют, клонируют, пытаются там друг друга. Огромная конкуренция и такая же огромная смертность в этих проектах, как и в оффлайновом мире. Поэтому тревел как тема списывать и в общем-то рановато, потому что это один из самых объемных рынков, но очень-очень аккуратно. Мы инвестировали и успешно выходили из тревела, так что для нас сегмент внутренне хороший, но присоединюсь дико сложно, очень конкурентно, сложно найти модель и экзекьюшн настолько важен и очень мало кто умеет с этим работать в России в особенности. Спасибо, ваш вопрос, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Олег Касмин, предприниматель Санкт-Петербурга, есть участок земли 14 гектаров собственности, где обнаружил воду минеральную с большим содержанием кремния. Ну, как известно, кремния в регенерации костной ткани и вообще для здоровья необходим. Хочу поставить линию по разливу этой воды ну и в течение пяти лет развиваться и продать Кока-Коля, например. Кому будет классно, а в чем вопрос? Вопрос, кому из инвесторов может быть интересен этот проект? Вы знаете, это все-таки не технологический стартап, я думаю, что вы не совсем по адресу задаете этот вопрос. Давайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня Роман зовут, я основатель проекта wiki estate.com, это абсолютно интернет-технологичная история про недвижимость, сервис, который позволяет пользователям быстрее закрывать сделки в два раза. Ищем бизнес-ангела для себя, я хотел задать прикладной вопрос, с кем можно сегодня пообщаться после данной конференции. Мы запустились прямо в рамках стартап-базара, было бы интересно пообщаться, ищем инвестиции. Смотрите, на этот вопрос вам я отвечу, да, вот вы четырех бизнес-ангелов видите, еще людей с красными бейджиками, инвестор тоже видите, ловите их, сейчас мы закончим. Еще вопрос, пожалуйста, где у нас волонтеры с микром? Давай, пожалуйста. Меня зовут Олег, начинающий предприниматель, у меня вопрос и к ангелам, и к фондам. Каково отношение инвесторов сейчас к реальному сектору, к проектам в реальном секторе, а в частности в проектах импортозамещения, там, где высокий капекс, там, где не такая не такие показатели, как в интернет-проектах? Я всегда очень обижаюсь, когда делают противопоставление информационной технологии и реальный сектор. Такое ощущение, что информационная технология это какой-то виртуальный сектор. Это нереальный сектор. Это нереальный сектор, нереально-реальный. Мы, к сожалению, только инвестируем в разработку программного обеспечения, что является, вообще говоря, реальным сектором. Минсвязева может это подтвердить, 5 миллиардов в год объема экспорта программного обеспечения из Российской Федерации. Если говорить о реальном и нереальном секторе, вот у нас только Борис, по-моему, представитель реального сектора. Давайте я отвечу. Слушайте, ну, непростая у вас история, что вам сказать. Инвесторов, которые в это полезут, мало. Первое, гораздо большее значение для вас с самого начала будет играть ваши потенциальные стратегические партнеры, с которыми вы будете делать совместную разработку, продавать им чего-нибудь. И это не простая история, не самая простая страна для того, чтобы начинать такой бизнес, если честно. Но, тем не менее, раз вы здесь, постучитесь, поговорим. Не знаю, если можем чем-то помочь, поможем. Добавлю от себя, у нас целое семейство фондов, не только технологических, есть и фонды, которые инвестируют в то, что вы называете реальным сектором, например, в производство насосов новомет или в птицефабрику по производству мяса индейки, краснобор. Тем не менее, ключевые критерии остаются на месте, то есть высокие темпы роста и меняемый предприниматель. Спасибо. Ваш вопрос? Здравствуйте. Еще один Олег. Погромче, пожалуйста. Олег, я маркетолог, директор по развитию Израиль, Россия, в России тоже отдельно. Мне вопрос такой. Насколько интересен проект, линия по производству, которая существует в отдельных странах, в России ее нет. В проект вкладываем 4 миллиона долларов, можно зарабатывать от 10 до 28 миллионов долларов в год, окупаемость за 2 года. Более того, компания, которая предоставляет оборудование, предоставляет с момента запуска также и заказы. Можно перебью? Коллеги, у меня есть предложение как бы не продавать здесь свои проекты, действительно, так сказать, стоп, стоп, уже было сказано вот Евгением, что если вы хотите с кем-то пообщаться, подходите, пообщайтесь, потому что я думаю, что всей аудитории неинтересно слушать, без обид, вот про ваш проект, аудитории интересно слушать про какие-то обобщенные вещи. Обобщенные вещи, 4 миллиона долларов. Замечательно. Пример. Я извиняюсь. Если окупаемость 2 года, насколько это интересно при подобных сделать консервную фабрику или что-то такое, это не к венчурному бизнесу, это не к бизнес-ангелам такого плана, это не к венчурным фондам, это к private equity может быть фондом, но просто не по адресу. Хорошо. Так, друзья, давайте. Всем привет. Привет. Меня зовут Колян. Я обычный стартап. Честно говоря, не знаю более обобщенного вопроса, чем 4 миллиона долларов. Зря вот так. Пять. А? Пять? Пять миллионов долларов. Пять здесь только, да. На самом деле, у меня обычный стартап, у меня нет 14 гектаров, у меня проект не как Сколково. Было прикольно послушать, как один из бизнес-ангелов, когда защищался и напитчик говорил, что вкладывает там 50-70, а когда речь зашла о полиграфии, сказал, ну от ярда только, ну от ярда. То есть такой разброс цен на инвестирование один, на объемах рынка другой, это просто поинт, ничего более. А вопросов? Вопросов особо нет. У меня две причины. Первая – это маркетинг, а вторая, у меня второй поинт. Я хотел бы заключить, попробовать, раскачать эту унылую вечеринку, заключить сделку уже сейчас со всеми нами и со всеми инвесторами в виде аванса с нашей стороны, в виде огромных благодарностей и аплодисментов. Я отвечу на вопрос, которого не было. У меня есть такое желание, возникло, это же важно. Вот, даже на все вопросы отвечать. Я согласен, кстати, с Коляном, настоящий инвестор, он должен быть оппортунистом. И настоящий инвестор – это про то, чтобы инвестировать 4, а вынуть 28. Но как бы у нас есть все-таки правило, мы инвестируем в то, в чем мы разбираемся. В то, в чем мы не разбираемся, например, мы не разбираемся в том, как выращивать кур или добывать кремний, а разбираемся в том, как разрабатывать программное обеспечение. Поэтому вот мы все-таки готовы инвестировать 4 и заработать 28, если это линия по производству программного обеспечения. А если это скважины, кремнии и прочее, найдите, кто в этом разбирается. И как в известном анекдоте, надо принять тебе православие. Я потом расскажу. Дим, 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 ну ты, пожалуйста, не уводи только фокус в сторону программного обеспечения. Мы здесь обсуждаем еще и индустриальные проекты. Владимир, я за живое. Николай, я как человек, в чьей город был брошен камень, хочу сказать, что вы, пожалуйста, понятия не смешивайте, да, потому что объем ниши, это, так сказать, одно, когда мы говорим про то, что ниша должна быть. Если ниша вечеринок в мире, допустим, 2 миллиарда долларов, то, конечно, об этой нише можно говорить. Но речь не о том, что, так сказать, бизнес ваш начнет приносить там 2 миллиарда. Поэтому для любого потенциального, скажем так, успешного предпринимателя, я считаю, один из ключевых факторов, по крайней мере, мы между собой общаясь и принимая решение о том, что, так сказать, инвестирую, не инвестирую, всегда очень внимательно смотрим, каков объем вот того, так сказать, таргетированного рынка, куда вы со своим бизнесом заходите. Почему? Потому что вы можете быть ярко выраженным лидером, вы можете быть компанией номер один, но, тем не менее, если у вас, ну, предположим, так сказать, рынок, связанный с производством там веников в Москве, и, предположим, в Москве, так сказать, этот рынок имеет емкость 5 миллионов долларов, то, так сказать, это одна песня. Но если вы, вот там, то же самое линия по производству софта, и, предположим, так сказать, объем рынка 10 миллиардов долларов, то даже будучи сотым по размеру игроком на этом огромном рынке, это означает, что у вас всегда есть перспектива, есть потенциал роста, и инвестор с значительно большим интересом на вас посмотрит. Поэтому, так сказать, мы говорим не столько об объеме вашего бизнеса, сколько о рыночной там, ниши вот об этом. Друзья, я хочу поддержать предложение Коляна раскачать эту унылую вечеринку. У нас на улице сейчас начинается подготовка к автопати, поэтому я предлагаю всем сказать друг другу спасибо, и стартаперам, которые хотят поймать инвесторов, самое время этим заняться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...